Прошлите поприветствовать вас и поздравить с приходом и выливанием в большую земляковскую семью. Это очень знаменательное событие и одновременно шаг в будущее, наложение ответственности и всяких остальных серьезных дел. Как вы уже заметили, что во имя трудно попасть. Есть охрана, которая требует документов. Я объясню почему. Потому что во имя цели безопасности находятся два круглосуточной охраны. Что такое безопасность? Это состояние защищенности. Видов безопасности очень много. Самое важное и самое приоритетное для нас, для службы охраны, это жизнь и здоровье. Всех, кто находится в университете, в том числе и ваша жизнь, ваше здоровье. Есть комплекс мер, методов организационных и университет по защите, арбитация охраны, безопасности. Я остановлюсь пока что на одном. Это организация контрольно-пропускных пунктов, это санкционированные входы и выходы с системой пропусков, с активной физической охраной. Значит, и главный корпус, и учебно-лабораторный корпус, и все три студенческих общежития находятся в одной системе охраны. Система пропусков одна. Ее то, что вы еще пропусков не имеете. Поэтому пропуском для входа в университет служат ваше извещение о зачислении на учебу и паспорт. Обращаю внимание, что именно оба одновременно этих документа служат в основании для прохода, до получения электронного пропуска. Как проходить в университет? Обязательно приходите заранее. Потому что транспорт, задержки, переходы, светофоры и так далее. Поэтому заблаговременно. Сами документы. Не забывайте дома. И паспорт, и извещение храните. Непосредственно перед турникетами, перед паском охраны. Доставайте заранее. Что значит заранее? За несколько метров. И непосредственно у охранника. Иначе будет задержка на входе. Заранее готовьте в открытом виде оба документа. Так, чтобы охранник мог убедиться, что эти документы принадлежат вам, что они подлинные. И что вы именно то лицо, которое владеет этими документами. Это понятно. Что касается... Да, это все неудобно. И вам, и не нам. Поэтому вам будут выданы электронные пропуска, как и всем обучающимся лицам. Как получить электронный пропуск? Для этого вся группа должна собраться в полном составе. Повторяю, в полном составе. И прийти в бюро пропусков. Потребуется на первый приход, это минут пять-десять, да, не забыть паспорт, для фотографирования на электронный пропуск. Затем, через неделю или через две, по готовности пропусков, опять же, вы организованы всей группой, приходите в бюро пропусков и получаете эти пропуска взамен на извещение об учебе. Электронные пропуска, ничего сложного, там ими пользоваться. Электронные пропуска будут составлять труда, заинвестрироваться, положил, чеки у тебя взошел, заинвестрировался и пришел. Эти же пропуска будут служить и в студенческих общежитиях, тем, кто там поселил, конкретное общежитие. Собственно, и все. Ну, а дальше мы познакомимся с остальными правилами проекта университета. Все зависит от классов вашей организованности и собранности. Я закончил, если есть вопросы, я хотел их ответить. Да, пожалуйста. Да, все, что касается найденных вами, утраченных документов, документов у вас будет много. Помимо пропуска будет еще студенческий билет зачет, всякие банковские карты. Мы делаем как? Мы получаем эти документы? Да, это лучше отдать в охрану. Передают в бюро пропусков, и мы, обладатели утерянных документов, мы блокируем, отменяем допуск, и он, естественно, приходит к нам с неработающим пропуском. То есть мы помогаем еще, не радируем людям, обвести свои документы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.